Представляем котел сыроварню на 50 литров обогрев вода пароводяная смесь мощность 5 киловатт крышка с двух половинок разбирается на барашках разобрали убрали котел проходит рабочие испытания крышка с кантиком с бортиком значит это краник у нас получается это тут залита вода для проверки здесь у нас краник для охлаждения сюда подаем сюда выходит с этой стороны выходит мешалка с лопатками с переворачиванием мешалка на клампе и убирается в сторону поворотный узел кран слива ду-50 снизу пробка стоит ножки регулируемые пульт управления значит включаем сетевую кнопку и выставляем терморегулятором параметры молока трубочка варена в продукт чтобы можно контролировать была температура продукта значит сделано специально для полного слива желобок значит сетевой кнопкой сейчас греет 5 киловатт то есть только бы полный дитарев это таймер у нас 5 15 секунд через 15 секунд отключится как бы схема стоит на твердотельных реле работает они работают огоньки так включили дальше нагрев так теперь проверяем мешалку мешалка нас реверсная влево вправо то есть включая мешалку в одну сторону регулируем резистора с пультово управление либо в одну сторону либо в другую и задаем параметры здесь эта мешалка понятно регулируется в разные стороны а здесь у нас стоит автотаймер автотаймером задаем параметры то есть 15 секунд в одну сторону 10 секунд другую сторону включаем переключаем наручное управление то есть тут показывает как у с какой скоростью крутится то есть скоростью сколько времени то есть лопатки для переворачивания состоят то есть это не крутятся утра перевернулись лопатки подняли сырье снизу продукта так у нас стоит значит с этой стороны нас стоит ну то есть автотаймер перекликнулись так тут стоит у нас и км к задаем параметры в пределах 0 4 отключается на 02 включается заливочная воронка и расширительная и аварийный клапан так крышка закрывается кортиком сжимается барашками сейчас значит уберем в сторону покажем как работает поворотный узел отключили разобрали кламп можно поставить автоматическую лиру либо просто поставить убрали крышку опять сняли брали мешалку вытащили отвернули в стоворотный поворотный узел зафиксировали его все как бы стоит все котел готов к работе